МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятки участников акции в поддержку Алексея Навального, жаловавшихся на избиение полиции, стали фигурантами так называемого дорожного дела. Наложившись на тотальное недоверие к судебной системе, на жесткость приговора вызвала такую реакцию. Приговор бывшему лидеру Одесского отделения правого сектора спровоцировал столкновение его сторонников с полицией в Киеве. Чем отличается Грузия от Беларуси? Да ничем. В Беларуси чуть-чуть лучше экономической ситуации. Чем отличается она Россия? Ничем. Михаил Саакашвили о ситуации в Грузии после ареста лидера оппозиционной партии Единое национальное движение Никанора Мелия. Но начнем с главной сегодня темы. Правозащитная организация Amnesty International отозвала ранее присвоенный Алексею Навальному статус узника совести. Решение было принято после того, как юридические и политические департаменты Amnesty International обнаружили риторику ненависти в заявлениях Навального середины 2000-х годов. При этом в Amnesty International подчеркивают, что продолжают требовать немедленного освобождения основателя фонда борьбы с коррупцией, так как он преследуется по политическим мотивам. О том, с чем может быть связано лишение Навального статуса узника совести, мой коллега Ярослав Шимов беседует с украинским политологом Антоном Шиховцовым, специалистом по ультраправым движениям, автором работ об их связях с Россией. Честно говоря, в высказываниях представителей самой Amnesty International в общем нет отрицания того, что вполне вероятно случившееся есть результат некой скоординированной кампании. Вы тоже так считаете? И если да, то какие признаки вы видите? И было ли что-то подобное раньше? Я думаю, что здесь нужно разделить две кампании. Первая кампания, она заключается в том, что Кремль через свои дружественные левые круги спускал адженду о том, что необходимо говорить о национализме Навального, потому что на Западе это будет плохо восприниматься. Эта адженда, она исключительно предназначалась для Запада и для левых кругов. Но с дальнейшим выходом на более мейнстримные круги. Есть вторая кампания. Как мне кажется, вот что произошло в Amnesty International, это как раз последствия второй кампании. Она заключалась в том, что была просто использована травля, которая обычно является элементом культуры отмены. Вот просто произошла эта травля, в рамках которой использовались нарративы, которые продвигали вот эти левые, отчасти контролируемые Кремлем. То есть это вот две такие кампании, которые произошли фактически одновременно. И реакция Amnesty International, она была именно на вторую. И да, здесь именно сочетание было как намеренной работы с агентами влияния, так и просто использование некоторых людей, которые и сами рады это говорить. Просто их голос был усилен. И в этом заключалась также операция влияния, которая проводилась и проводится в отношении Навального. И здесь нет ничего нового. То же самое было с Белоруссией, а до этого то же самое было с Украиной. В этих операциях влияния участвуют иногда даже те же самые люди, которые участвовали раньше. А что с этим всем делать? Вот Amnesty International в таком случае выглядит абсолютной организацией, попавшей в ловушку, при том, что она просто пыталась действовать своим давно прописанным принципом. Потому что многие обращают внимание на то, что кейс Навального, он в общем во многом соответствует тому, что та же Amnesty International проделала давным-давно в начале 60-х годов в отношении Нельсона Манделла, осужденного тогда режимом ЮАР. Да, вот у них такой принцип «узник совести» только тот, кто не допускает ничего похожего по их строгим толкованиям на хейт-спич. Это очень сильно отличается от кейса Манделлы. Дело в том, что Манделлу лишили этого статуса «узника совести», потому что его посадили за то, что он призывал к какому-то насилию. Ну, предположим, да. Навального посадили сейчас совершенно по-другому случаю. И все вот эти отсылки к тому, что когда-то Навальный допускал какие-то недопустимые выражения, он не за это был сейчас посажен, не из-за этого его сейчас и репрессируют. То есть здесь мы, Кейс, имеем в виду классические культуры отмены. То, что мы находим какую-то контроверсийную ремарку или ремарки, которая случилась в прошлом, которая и сейчас не имеет никакого отношения к существующему положению вещей. Его не за это сейчас судят. Не за то, что там он высказывался про грузин или про мусульман или про кого-то еще, там, кавказцев. Я хочу сказать пару слов защиту Amnesty International, на самом деле. И эти пара слов защиты, она заключается в том, что их поймали в ловушку этой культуры отмены. Потому что если мы посмотрим, кому еще они давали этот статус, а это, например, Эдуард Лимонов, ныне погойный, это тот же самый Сергей Удальцов, который фактически национал-большевик, очень близкий к Лимону. И вот он давал статус этого узника совести и, наверное, даже правильно давал. Потому что, тем не менее, эти людей посадили, их репрессировали по политическим соображениям. Но вот сейчас с Навальным из-за вот этой кремлевской операции их поймали в ловушку и заставили вот по моральному кодексу культуры отмены отменить, собственно, статус Навальному. И это невозможно сейчас уже отыграть обратно, я думаю. С политологом Антоном Шиховцовым беседовал Ярослав Шимов, председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Несмотря на критику решения Amnesty International со стороны многих российских правозащитников и общественных активистов, в своем посте в Фейсбуке отметил, что требования этой организации немедленного освобождения Навального, как преследуемого по политическим мотивам, важнее присвоения или отзыва статуса узника совести. Рачинский подчеркивает, что выражает личную точку зрения. Я попросил Яна Рачинского объяснить, в чем он видит разницу между статусом политзаключенного и статусом узника совести. Это более или менее зависит от организации, которая эти звания объявляет, эти статусы дает. Поэтому, опять-таки, комментарий более компетентный – это вопрос к амнистии. Как я понимаю, узник совести – это тот, кто в обозримом прошлом не выступал на стороне нарушителей прав человека. Несловесно, недейственно. Это, в общем, довольно строгое и трудно проверяемое условие. Что именно в данном случае повлияло на решение международной амнистии – это вопрос скорее к ним, хотя мнения на этот счет уже высказываются. Но мне кажется, что главное различие, что статус узника совести как бы выше. Мне кажется, что мериться статусами – не самое полезное дело существенно говорить о практических следствиях из этих решений. А решение по существу осталось то же самое следствие. Те же самые амнистия по-прежнему требуют немедленного и безоговорочного освобождения Навального, поскольку его преследование носит сугубо политический характер. Никаких реальных обвинений против него не выдвинуто. Вот, собственно, на мой взгляд, главное, что хотелось бы рекомендовать – не впадать в эмоции и не подыгрывать людям, которые заведомо будут недобросовестно и выборочно фиксировать решение международной амнистии. Говорил председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске. Действия полиции были по меньшей мере сверхжестокими по отношению к протестующим. Более 20 человек были задержаны у Офиса президента Украины во время столкновений полиции с демонстрантами, недовольными приговором лидеру Одесского правого сектора Сергею Стерненко. Но об этом чуть позже, а сейчас о так называемом «дорожном деле», которое приобретает все большие масштабы в России. Десятки активистов, участвовавших в акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января, стали его фигурантами. В так называемом «дорожном деле» есть и первый задержанный, это активист Либертарианской партии России Глеб Марьясов. Вот что рассказывает адвокат Марьясова Дмитрий Захватов, с которым побеседовала Любовь Чижова. Ему вменяется часть первой статьи 267-й, это такая экзотическая статья, она была вне облевнительной поправки 30 декабря 2020 года, после чего данная норма приобрела такой достаточно пугающий, откровенно репрессивный характер. Они, в принципе, много говорили до ее принятия еще на стадии законопроекта. В частности, о ней высказывалась политолог Екатерина Шульман, если я правильно помню, как о новом репрессивном законе, который будет направлен, собственно говоря, на участников мирных собраний. Статья звучит таким образом, что она непредсказуема в своем применении. Не могу об этом говорить спокойно, потому что для нас, для юристов, когда мы читаем подобные нормы, нас это повергает в такое состояние гнева, потому что мы много времени тратим на изучение законодательства, а потом, когда читаешь вот такое, собственно, становится очень грустно на наше законодательство. Норма звучит так. Умысленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, либо воспрепятствование движения транспортных средств и пешеходов, воспрепятствование движения пешеходов. На путях сообщения уличной дорожной цепи, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью, безопасности граждан, либо угрозу уничтожения, повреждения имущественных физических и юридических лиц. При первом почтении непонятно вообще ничего, при втором прочтении будет более-менее понятно, что, в общем, это такое перекрытие дорог, путей сообщения и воспрепятствование движения пешеходов, при котором возникает угроза жизни, здоровью и безопасности граждан. Вот это теперь ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Закон, это такая штука, которая должна отвечать качеству закона. То есть любой гражданин, который планирует совершить какое-то определенное действие, он должен иметь возможность предсказать правовые последствия, которые возникнут в результате совершения им вот таких вот действий. И вот, например, вы переходите в неположенном месте дорогу. Как-нибудь не поперек, а вдоль, например. И вы тем самым блокируете движение транспорта. Вот скажите, вы можете предсказать, что в результате ваших действий возникнет какая-либо угроза? Ну, кроме, собственно, тому, что перед вами остановятся машины, потому что они не смогут проехать, потому что вы встали среди дороги. Это невозможно. Следовательно, мы не можем предугадать правовые последствия своих действий, которые наступят в результате нашего поведения. А следовательно, данная норма не отвечает к критерию качества законодательного акта. Причем как в отечественной нашей юрисдикции, так и в международной юрисдикции, то есть как с точки зрения Коэффицированного суда Российской Федерации, так и с точки зрения Европейского суда по правам человека. Дмитрий, тут вот по данным СМИ, да, в этом деле якобы фигурирует какое-то видео, на котором Глеб Марьясов куда-то машет рукой и показывает, что вот нужно идти в ту сторону. Вот вы готовы это комментировать? Что это за видео? Я могу запросто это прокомментировать. Действительно, появилось такое видео на одном из телеграм-каналов, которое по слухам принадлежит каким-то сотрудникам, да, что называется, силового блока. Это видео уже было предметом судебной оценки Глебу Марьясову по поводу данного видео. Данное видео являлось доказательством совершения Глеба правонарушения по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. И в судебном решении было указано, что на этом видео Глеб призывает граждан участвовать в публичном мероприятии. Представьте себе степень абсурдности. Человек участвует в публичном мероприятии, видно, как он, значит, находится на улице, в окружении других людей, явно имеет место какой-то митинг, да, какое-то мирное собрание. Никто никого там на этом видео не бьет, все ведут себя там прилично. При этом уже в условиях самого публичного мероприятия Глеб Марьясов призывает людей посредством того, что он машет руками, участвовать в публичном мероприятии. Вот такое было судебное решение. В итоге в отношении Марьясова было выявлено обвинительное постановление судьей Тверского районного суда Ячковой. И Марьясов отправился в спецприемник на срок 29 суток. За это видео. В последствии он отбыл данный административный арест и на выходе спецприемника он был задержан и доставлен в Главное следственное управление МВД России по городу Москве, где был задержан в порядке статьи 91 ПК РФ и дал показания в качестве подозреваемого. Вот собственно по части первой статьи 267. Моё мнение относительно санитарного дела и вот этого вот дела о перекрытии дорог заключается в следующем. Задача перед охранительными органами стояла такая, чтобы максимально долго людей держать под меры пресечения. Поскольку эти дела являются делами небольшой степени тяжести, то назначить по данным делам какое-то там суровое наказание достаточно сложно. Поскольку состоявшаяся судебная практика, устоявшаяся вернее, она говорит о том, что произведение небольшой тяжести никому никогда не назначает не только меры пресечения, но и какого-то наказания, связанного с лишением свободы. В случае, если там не было какого-то рецидива, да, может быть, либо там если не было какого-то насилия. Говорил адвокат Дмитрий Захватов, юрист комитета против пыток Пётр Хромов подчеркивает, что многие из тех, кто стал фигурантами так называемого дорожного дела, жаловались в МВД на незаконное избиение полиции во время акций в поддержку Навального. Их вызывали в МВД именно под этим предлогом. Семь наших заявителей по делам о применении к ним насилия. И в частности одного из них, который был задержан 23 января на Кушкинской площади, к нему было применено незаконное насилие, его впоследствии вызвали на допрос в Главное управление МВД России по городу Москве в качестве свидетелей. Мы предполагали, что это будет санитарное дело, которое тогда активно развивалось. Но нет, его допросили в рамках уголовного дела по части 1 ст. 267 о воспрепятствовании движения транспорта. Что дорожное дело, что санитарное дело – это преступление небольшой тяжести. То есть, например, 267 часть 1 подразумевает как максимальную санкцию наказания до одного года лишения свободы. Именно поэтому, например, и у меня удивление, и удивление адвокатов, которые участвуют, что в этом деле. Что вот по задержанному сейчас его защищает Дмитрий Захватов, да, что по санитарному делу вызывает удивление жесткость меры пресечения, которые избираются задержанным, потому что по санитарному делу всем, например, избрали домашний арест. Это по жесткости предпоследняя санкция перед стражей, то есть заключение под стражей. Обычно по такого рода категориям дела избираются обязательства о явке, либо подписка не выездит. По сути, обеспечение, получение свидетелей этих уголовных дел обеспечивает управление собственной безопасностью МВД. Потому что изначально Суров вообще в поле зрения сотрудников полиции попал, ну, он был задержан, привлечен к административной ответственности, но, представляя его интересы, соответственно, по делу применения к нему насилия, по факту, мы обращались с заявлением в управление собственной безопасности. И на удивление, и мои коллеги уже об этом говорили несколько раз в разных интервью, на удивление, управление собственной безопасности проявило очень большую активность. То есть они подробно опрашивали наших заявителей, проводили осмотр места происшествия и впоследствии предлагали проехать на допрос. Они в большей степени, чем проверяли заявление гражданина о применении к нему незаконного насилия, по большей степени они скорее нарабатывали вот эту свидетельскую базу. А по сути, получается, государство работает в своих интересах. Одно подразделение обеспечивает свидетельскую базу для другого подразделения. С адвокатом Дмитрием Захватовым и юристом комитета против пыток Петром Хромовым беседовала Любовь Чижова. Время свободы. Более 20 человек были задержаны вчера вечером около здания офиса президента Украины, где тысячи сторонников националистических партий и движений протестовали против приговора бывшему лидеру Одесского отделения националистической партии «Правый сектор» Сергею Стерненко. Суд в Одессе признал Стерненко виновным по делу о похищении человека и пытках и приговорил к семи годам и трем месяцам колонии. Вчерашние беспорядки в Киеве подробно освещало киевское судебное издание «Граты». Я беседую с его главным редактором Антоном Новом Люком. Антон, почему приговор Сергею Стерненко вызвал такие эмоции, привел к столкновениям в Киеве? Ведь для стороннего наблюдателя кажется, что речь идет о сугубо уголовных преступлениях. Это действительно так. Это совершенно кажется прозрачное уголовное дело, которое слушалось на протяжении многих лет в Одесском суде. И наложившись на тотальную недоверие к судебной системе, по вот последним опросам, которые я сегодня утром читал, судебная система в полной мере доверяет всего 2% украинских граждан. И эта цифра ужасающая. И наложившись на жесткость приговора и отношение к Стерненко и его позиционирование как к активисту, гражданскому активисту, который борется с какими-то преступлениями в бюрократии и чиновничьей власти на местах, да оно вызвало такую реакцию. С другой стороны, отношение к уголовному делу, о котором мало кто слышал, мало кто знал, против Стерненко возбуждено сразу. Несколько уголовных дел, сейчас они все слушаются в судах. И одно из основных и самых громких об убийстве напавшего на него Одессита, о нем знают все, о нем слышали все. И адвокаты позиционируют его как заказное дело, как политическое со стороны одесского мэра Труханова. О деле, по которому был вынесен приговор в Одессе вчера, в общем, мало кто знал и мало кто слышал. Там не было адвокатов, Стерненко защищал себя сам. И, судя по всему, это дело для него самого не очень приглядное. Ну, а насколько большой потенциал вот у этих протестов, насколько популярна фигура Сергея Стерненко в правом секторе, чтобы его продолжали поддерживать и бороться за его освобождение даже при таких обстоятельствах? Была довольно забавная ситуация, что, прочитав о том, что Стерненко возглавлял правый сектор в Одессе несколько лет назад, многие российские СМИ, например, написали о том, что протест тоже был националистов или там представителей ультраправых организаций. На самом деле нет. На самом деле протеста вчера вышло где-то 2-2,5 тысячи человек к правительственному кварталу в Киеве. Этот протест можно скорее назвать активистским, потому что там были представители почти всех известных неправозащитных украинских организаций, которые посчитали решение суда неправомерным. Там были активисты совершенно разного толка, и, наверное, там среди них были и ультраправые, но вообще-то очевидно, что они не представляли там большинство и не были как организованной группой. Сам Сергей довольно известный общественник в Одессе, но гораздо менее известный по всей стране. Он известен в Киеве, потому что вот это основное дело по убийству напавшего на него человека, оно очень активно освещается в СМИ и очень активно в публичном пространстве его адвокаты ведут себя, которые позиционируют себя такими правозащитными адвокатами, защищающими общественника от заказного дела со стороны чиновников. С другой стороны, к Стерненко в Одессе, как всегда, к местным активистам, к местным протестным лидерам отношения очень сложные. И многие местные журналисты вполне допускают и склоняются к тому, что преступление, которое ему обменяют, он действительно совершал. Вывозил человека, местного депутата райсовета, похищал его, стрелял в него из травмата и так далее. Или там курировал точки наркопродаж. В Киеве отношения гораздо легче, скорее гораздо благожелательнее к нему. Ему не припоминают каких-то преступлений, которые вменяют то, что помнят в Одессе. И здесь скорее на первый план выходит его правозащитная или активистская деятельность, за которую он, по словам адвокатов, как раз сейчас и страдает. А как можно оценить действия властей вчера при разгоне этих демонстраций? Сложно оценить адекватность мер правоохранителей. Скорее, сама ситуация была спровоцирована их непрофессионализмом, что ли, потому что мирная демонстрация, которая собиралась у офиса президента митинговать, была заблокирована перед правительственным кварталом. Там выставили оцепление. Толпа попыталась прорвать это оцепление. То есть фактически все-таки со стороны митингующих какие-то действия были первоначальные. Силовики отреагировали, начали заливать все слезоточивым газом толпу, начали выхватывать самых бойких протестующих. И в итоге задержали 24 человека, которых, впрочем, в тот же вечер к ночи уже отпустили из отдела полиции. Но при этом толпа добилась того, что силовики все-таки организовали проход в правительственный квартал. Просто довольно долго, нудно обыскивали каждого, кто туда проходил. А это несколько тысяч человек все-таки. И вот это противостояние оцепления и толпы, которая просто желала пройти к офису президента, где намеревалось митинговать, ну вот вызвало такие столкновения. С другой стороны, довольно сложно представить, как силовики должны реагировать, если к правительственным зданиям толпа пытается прорваться в нарушение режима безопасности, который они там установили. Общественные наблюдатели за действиями полиции, это такие несколько общественных организаций, какие в Украине действуют и довольно успешно, отмечали, конечно, жестокость по отношению к протестующим, которые, в общем, были без оружия, с мирными намерениями. И вот вы вышли просто высказать свое недовольство судебной системой и конкретно приговором Стерненко. Я отчетов пока еще этих организаций не видел, но вот по отзывам самих мониторов, которые вчера присутствовали, в общем, они говорят, что действия полиции были по меньшей мере сверх жестокие по отношению к протестующим. Вчерашние беспорядки в Киеве мы обсуждали с главным редактором киевского судебного издания «Граты» Антоном Ноумлюковым. Послушайте «Время свободы» и в завершение вернемся коротко к теме ситуации в Грузии, которой мы касались в двух предыдущих выпусках «Времени свободы». Там, после ареста с использованием спецназа, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия, разгорелся глубокий политический кризис. Отказ премьера Георгия Гахария отдать распоряжение об аресте Мелия привел к его отставке и назначению на этот пост более радикально настроенного политика Ираклия Гарибашвили. Вот что думает о случившемся бывший президент Грузии, неформальный лидер единого национального движения Михаил Саакашвили. С ним беседовал Александр Касаткин. Чем отличается Грузия от Беларуси? Да ничем. В Беларуси чуть-чуть лучше экономическая ситуация. Чем отличается она Россия? Ничем. Просто в России чуть-чуть лучше экономическая ситуация. Все остальное – аресты, запугивания, шантаж, риторика власти – все абсолютно один к одному. Один к одному. Единственное, что отличается, конечно, что они говорят, что мы прозападные, но делают все, чтобы прекрасно устраивать Путина, потому что Путин сейчас просто получают огромное удовольствие от того, что происходит в Грузии. Михаил Николаевич, а в такой ситуации как вы оцениваете реальность того, что требования оппозиции будут выполнены и новые выборы все-таки пройдут? Они обязательно будут выполнены, потому что мы будем мобилизовывать народ, мы научим народ не поддаваться с одной стороны на провокации, и мы все очень быстро учимся, с другой стороны, сдерживать насилие. В Грузии абсолютно очевидно, что у Иваниши нет поддержки. Единственное, чем он пытается вынырнуть из этой ситуации, это путем того, что просто выгоняет людей за границу. Страна, где массово безработица, куда массово вернулась коррупция, хотя Грузия была самой некоррумпированной страной точно в нашем регионе, второй самой некоррумпированной в Европе. Куда вернулся криминал, Грузия была самой безопасной страной в Европе. И куда вернулось вот это политическое насилие массовое, которое мы видели последний раз, там, первой половины в 90-х годах. Поэтому это все печально. Народ, который увидел, как можно жить иначе, обязательно будет гораздо более активен. Я думаю, что арест лидера, представителя моей партии только ускорит эти процессы. Я уверен, что у нас впереди очень интересные события. Будет нелегко, потому что мы имеем дело с криминалом, мы имеем дело с крупнейшим частным акцентом «Газпрома», мы имеем дело с мультимиллиардером, обнищавшая страна против мультимиллиардера. Но все равно я уверен, что стремление народа к свободе ничем не переломить. Говорил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова